Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И как вы уже могли догадаться по названию видео, теперь я счастливый обладатель айфона 13 про. В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поделиться историей покупки и моими впечатлениями после использования этого прекрасного гаджета. Начну, пожалуй, с того, откуда же у меня появилась мысль о смене телефона. Во-первых, у меня недавно был день рождения, ну как недавно, уже почти месяц прошел. И мне понадарили денег, как вы можете догадаться. И я довольно-таки давно, примерно 2 или 3 года на день рождения ничего не покупала. Грубо говоря, у меня не было какого-то подарка. И я решила, что моему старому телефону уже примерно 3 года и можно что-нибудь новенькое присмотреть, так как мне катастрофически не хватало моих 64 гигабайт, так как я начала сейчас активно снимать видео. И это, наверное, одна из главных причин, почему же я решила сменить телефон. Ну и также вытекающее из нее это улучшение камеры. Все-таки 11-й айфон не самый плохой, конечно, но и не самый лучший на рынке телефонов с относительно его возможностей по съемке. Также еще раз повторюсь, что на этот телефон я не заработала, я накопила, потому что для многих это очень интересная информация. Следующее. Я бы хотела рассказать о этапах поиска. Искала я телефон на Авито, так как решила, что для меня не принципиально новый будет телефон или с рук, так как все-таки тоже понимаете разницу между новым телефоном и с рук в цене около, наверное, 20 плюс тысяч. Так что я смогу накопить быстрее на БУ телефон и начать им пользоваться, нежели чем я буду принципиально идти в магазин за новым телефоном. За примерно я смотрела 80 плюс тысяч, в зависимости уже от количества памяти. Так что я открыла Авито, поставила фильтр поиска и начала отслеживать объявления, которые выставляют продавцы. Сначала на iPhone 12 Pro, так как я решила, что именно этот телефон мне подходит изначально. Начала мониторить. У меня еще был очень важный для меня критерий — это цвет. До этого у меня был черный, потому что он достался мне от моего папы, и меня немножко раздражал его цвет. Для кого-то это может быть вообще не важно, но для меня это было значимо. И я отследила некоторые объявления, договорилась с продавцами о просмотре телефона. Мы съездили с моими родителями, посмотрели. Первый телефон, который мы посмотрели, находился в очень красивом магазинчике. Телефон в целом мне очень понравился. Но перед нами были другие посетители, которые покупали телефон, и мы решили с мамой немножко прогуляться, так как это магазин в центре. И, вернувшись, мы начали более тщательно осматривать телефон, чтобы уже точно его купить. И я заметила очень глубокую царапину, хотя в объявлении на это не было никакого указателя, и цена была в целом довольно-таки высокая относительно рынка. Я очень расстроилась. Мы, конечно же, телефон не взяли, уехали домой. И дальше какое-то время вообще не было объявлений, которые мне подходили. Потом мне на радость еще один магазин выставил телефон в отличном состоянии, по всем критериям он мне подходил. Мы договорились о встрече, поехали в центр города опять-таки. Приезжаем в сам магазин, и мне говорят, что прямо перед нами этот телефон купили. Мне, конечно же, было обидно, даже не только от того, что я телефон не купила, а от того, что я дернула своих родителей, чтобы мы поехали в центр, потратили на это время, были пробки, и просто приехали, даже телефон не посмотрели, грубо говоря, зря промотались. Но мама меня подбадривала тем, что это не мой телефон, значит, мы найдем лучше. Давайте освещу небольшой такой момент, как я перешла с 12-го про на 13-й про. Резкий такой поворот. Мне, мой папа, говорит, что между 11-м и 12-м про особо такой разницы нет. То есть лучше взять что-нибудь поновее, чтобы мне телефона хватило на подольше. И я также поставила на авито фильтр на 13-й про, но в то же время мониторила 12-й про, потому что разница между этими двумя моделями, даже б.у., была довольно-таки значительной. И вот так вот спустя, наверное, может быть, чуть меньше недели мониторинга мне попадается объявление с телефоном 13-м про, который, в принципе, подходит мне по всем показателям. Я-то поторговалась с продавцом, и он мне немного уступил, и цена уже была даже более привлекательной. Я согласовала этот момент с родителями. И, в принципе, мы сошлись во мнении, что это очень неплохой вариант, и я договариваюсь о встрече. И смешной момент состоит в том, что встретились мы с этим продавцом только, наверное, с третьего раза. Почему-то у нас постоянно были несостыковки со временем, и, с какой-то стороны, я уже начала даже задумываться о том, что это, опять-таки, не мой телефон, что судьба как-то намекает мне на то, что нужно что-то ещё поискать. Но в итоге, с четвёртой, с третьей попытки мы всё-таки договорились о встрече, и, как, возможно, уже догадались, этот продавец выставил на Авито тот самый телефон, который сейчас снимает меня для этого видео. Сейчас вы можете увидеть мои первые эмоции после покупки. Я, конечно же, была очень рада, потому что мне, с какой-то стороны, уже казалось, что никогда не наступит тот момент, когда я, наконец-таки, куплю этот телефон. Вы, надеюсь, меня понимаете, что когда ты загоришься идеей, тебе надо быстрее сейчас. Так что для меня все эти муки выбора, мониторинга давались очень тяжело. Но в итоге я очень довольна телефоном, который мы нашли. Также вы можете сейчас увидеть момент распаковки этого телефона. У него была полная комплектация, коробка, даже шнур нераспакованный, который как раз-таки мне очень был нужен, потому что мой старый начал барахлить. И в целом я ничуть не жалею, что остановилась именно на этом продавце, что всё-таки я добилась встречи с ним, и именно этот телефон сейчас находится у меня. Ещё раз повторюсь, это iPhone 13 Pro на 128 гигабайт в цвете золота. Теперь приступим к моменту настройки, оформления моего телефона. Если вы вдруг слышали когда-либо о том, что между двумя айфонами можно сделать синхронизацию, это называется быстрое начало, и вы спокойненько оставляете эти телефоны, они сами между собой переносят информацию, и это занимает минимум времени. Я уже так приносила со своего первого айфона на следующий и последующий айфон информацию. Всё мне было прекрасно. Но сейчас, вы, может быть, слышали, вышло новое обновление, 17 iOS. Я до этого на своём старом телефоне его не устанавливала, так же, как и на этом телефоне, который я купила, был он не установлен. И перед тем, как сделать это быстрое начало, нужно было обновить телефон. И во время переноса это обновление проходило очень долго. Я потратила на это уйму времени, даже оставила на ночь, чтобы он обновлялся. Но почему-то я просыпаюсь с утра, и, конечно же, ничего не изменилось. Я очень расстроилась, начала читать в интернете информацию, почему это происходит. С какой-то стороны даже перепугалась, что телефон мне продали какой-то пиратский, не Ростест. Но потом я вычитала где-то, что нужно сначала просто войти под любым аккаунтом в этот телефон, чтобы обновить его, а потом уже переносить информацию. И, о чудо, всё произошло за 25 минут, хотя до этого я потратила на это фактически сутки. Можно сказать, что стала айтишником, пока переносила информацию со своего старого на свой новый телефон. Вот так вот сейчас мой телефон настроен так, как мне удобно, как и был он настроен до этого на моей старой модели. Так что я, в принципе, всем довольна. Теперь я бы хотела поделиться с вами своими впечатлениями. Спустя чуть меньше недели использования данного телефона. Во-первых, это камера. Камера это просто великолепная. Я даже не думала, что она настолько кручь, настолько качественнее снимает, чётче делает фотографии и видео. Я прямо безумно довольна. Очень рада, что у меня появились большие возможности для занятия своим любимым хобби. Съёмка видео. Так что я очень-очень рада, ещё раз повторюсь. Далее я хотела бы осветить такую тему, как скорость передачи информации. Этот телефон намного быстрее и шустрее. Первое время мне это казалось очень странным. Но сейчас я в целом к этому привыкла. Очень это удобно. Время на открытие приложений, сайтов заметно уменьшилось, что экономит время. Так что это тоже очень классный плюсик. Копилку этого телефона. Далее качество картинки именно в самом телефоне. Качество дисплея тоже на высоте. Намного чётче всё стало на экране. Меньше напрягаются глаза. В целом это тоже немаловажный аспект. Ну и последнее, наверное, что я для себя выделила, это то, что этот телефон много приятнее держать в руках. Так как у него такие гранёные края, он лучше лежит в моей небольшой руке, нежели чем iPhone 11, который такой кругленький. Так что мне это прямо очень понравилось. Хотя изначально каюсь. Когда только Apple вернулся к этим гранёным краям, мне показалось, что это как-то странно выглядит, потому что последние формы такие телефоны выпускались, когда ещё были iPhone 5, наверное, если я не ошибаюсь. Ну а сейчас я поменяла своё мнение, переобулась, так сказать, и мне сейчас всё очень-очень нравится. Ну что ж, в целом это всё, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Если же вы хотите, я также могу снять видео о том, что находится в моём телефоне и как я всё настроила. Дайте мне знать об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok